сегодня небольшое короткое видео о том что как я понимаю все таки наша строительная проектная область является самой консервативной в мире потому что тут работают компании которые до самого конца не хотят применять какие-то инновации и почему-то остаются в рамках ультра консерватизма сегодня приведу вот такой пример я в принципе давно об этом знал меня просто удивило одна очень большая компания эта компания даже не очень большая она огромная это один из ведущих производителей металлочерепицы профлиста в россии я не буду точно называть название чтобы дискредитировать так скажем да так вот недавно она вышла на нас чтобы предложить нам проект сделать соответственно стала собирать у нас информацию как обычно делаю до чтобы подтвердить как бы то что наша компания является надежной да с опытом и прочее я как обычно в таких случаях предложил ссылку на наш youtube где у нас описано несколько десятков наших объектов также четко рассказано в подробности как мы работаем по каким объектам работаем что мы делаем и так далее то есть обычная ссылка на youtube принципе для этого в основном у нас этот канал и существует да для того чтобы заказчикам наглядно показывать на удобной площадке которые смотрят весь мир что мы можем делать да и с удивлением я обнаружил что данная компания говорит что у них корпоративно запрещено открывать ссылки на ютубе в посте запрещено программные открыть ссылки они эти не могут и я должен предоставить презентацию в соответственно в виде каком-то другом соответственно в текстовом виде с картинками и так далее вот такие дела понимаете происходит то есть ультраконсерватизм который совершенно непонятен для чего он зачем то есть почему такое запрещение существует непонятно зачем что она дает что они вирусов боятся или что почему почему так вы делаете ребята ведущие компании мира вот компания тойота например да на днях показала презентацию нового land cruiser 300 презентация была записана на ютубе хотя до этого она записывалась на она выкладывалась на сайты видео непосредственно у них на сервере видео заливалось в этом году она была записана уже на ютубе выложена потому что они прекрасно понимают что это площадка где максимальный охват аудитории почему вы такие консерваторы и не разрешаете даже ссылки на ютубе открывать чтобы посмотреть компанию которая может быть вашим потенциальным подрядчиком посмотреть они самую подробную информацию потому что именно самая подробная информация выкладывается в видео формате а не в текстом или с картинками так как старые презентации олдовые то есть строительные проекты компании должны все-таки идти в ногу со временем иначе у нас строительный так скажем рынок и проект будет развиваться очень медленно потому что такие элементарные вещи как присутствие на ведущих площадках и хотя бы возможность работы с ними это сильно увеличивает скорость качество выбора тех же подрядчиков и абсолютно другие сферы собственное предложение на рынке и так далее у вас происходит в таких огромных компаниях с казалось бы мощным маркетинговым персоналом происходят вот такие вещи консервативные почему непонятно если у кого-то есть мысли по этому поводу почему такое происходит пишите в комментариях мне это непонятно то есть я не очень понимаю зачем это делается почему такой архаизм происходит у нас в строительной проектной сфере таких крупных казалось бы инновационных компаниях